Культурные обмены между приморской молодежью и молодыми людьми КНДР будут расширяться. Такие договоренности достигнуты во время встречи губернатора Олега Кожемяка и заместителя председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен-Ирам. Благодаря поддержке лидеров наших государств наши отношения с каждым годом развиваются. Мы видим динамику в этих отношениях и в сфере развития и туризма, и культуры, и спорта. И безусловно это дает возможность видеть перспективы дальнейшей интеграции по не только этим, по другим направлениям, которые способствуют развитию наших стран. Во встрече приняли участие представители движения «Молодая гвардия Единой России», которые начинают активно сотрудничать со своими северокорейскими коллегами. Наша делегация посетит в КНД в конце июня и подпишет широкое соглашение с КНД Союзом патриотической молодежи КНДР. Я бы хотел сейчас передать письма на председателя Ким Чен-Ивна и на руководителя мучфора этого союза. И уже тогда встретиться в КНД большой делегации на 50 человек, они нас зовут. То есть мы большое количество региональных руководителей сможем привести, обязательно ветеранов специальной военной операции, творческих ребят наших, для того, чтобы хорошо, благотворно наладить сотрудничество. Глава Приморья особо отметил большую работу в культурном взаимодействии. В начале апреля в Приморье принимали министра образования КНДР Ким Сэн-Ду, с которым обсуждались планы по развитию сотрудничества в сфере образования и воспитания молодежи. В Приморском крае мы большое внимание уделяем развитию спорта. Я искренне рад, что команды из КНДР принимают активное участие. Это и в зимних играх «Дети Приморья», это и балетбольная команда побывала здесь, прошли подготовку боксеры, которые сейчас будут представлять в ваших государственных олимпийских играх. И у нас с 18 по 23 июля в Владивостоке пройдут первые международные студенческие игры. Поэтому приглашаем принять участие в том числе студентов из Пеньянского университета в этих играх. Также корейские спортсмены могут принять участие в Международном физкультурном фестивале «Дружба народов» по настольному теннису. Он пройдет с 22 по 27 мая. А любители бега мы можем видеть на трейловом забеге в Хасанском районе 15 июня. В завершении встречи Олег Кожемяка и Ким Сен-Ир подчеркнули важность проводимой работы, выразив уверенность в успешности реализации намеченных целей. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.